Совершеннолетие с вековой приставкой. Самому старому трамваю Беларуси сегодня исполнилось 118 лет. Именно в этот день, в 1898 году, впервые по улочкам Витебска проехал электрический вагончик. Намного раньше, чем такой же транспорт появился в Москве и Санкт-Петербурге. Еще один любопытный факт. Вместе с трамваем в город пришло и электричество. Анастасия Бут о более чем вековой истории в одном сюжете. История Витебского трамвая начинается у входа в депо. Здесь установлен памятник тому самому вагончику, который в 1898 году первым пробежался по городским улочкам. Двигался он со скоростью всего лишь 14 км в час. Потому мальчишки конца 19 века считали за честь догнать невиданного железного зверя и бесплатно проехать на подножке. Прокатиться на бричке стоило 20 копеек, а проезд на трамвае стоил 5 копеек. Ну естественно была конкуренция, но извозчикам не нравился трамвай. Они даже пытались провести какие-то диверсии, подкладывали камни, чтобы трамвай сходил с рельс. И у них тогда появлялись клиенты. В летописи белорусского трамвайного движения немало и других интересных фактов. 15 мая 1923 года Ленин был зачислен почетным машинистом Витебской центральной электростанции. Здесь даже хранилась его трудовая книжка. Правда сам Владимир Ильич не работал. За него в смену выходили лучшие работники. А причитавшееся ему содержание уходило на строительство воздушного флота. Сотни любопытных экспонатов хранятся в Народном музее Витебского трамвая. Немало примечательных фактов, пусть и не вековой давности, помнят старожилы депо. Например, о трамвае, который первым пошел по Витебску в послевоенные годы. До столетия он был у нас буксиром в депо здесь. По территории депо буксировали им неисправные вагоны. Ну а затем перед столетиями затеяли его отремонтировать капитально. И на параде он был техникой. По городу? По городу, да. Уже к 110-летию решили его вечно поставить на постамент. Сегодня в депо более сотни трамваев. В сутки они потребляют около 30 тысяч киловатт. Такого количества энергии хватило бы стоквартирному дому на несколько месяцев. На линии выпускается около 60 единиц трамваев по 9 маршрутам. Ориентировочная перевозка пассажиров составляет около 80 тысяч человек в сутки. Историю Витебского трамвая сегодня пишут не только его работники, но и горожане. Экскурсионный трамвайчик – безусловный герой на всех праздниках города. Здесь организуют первые свидания, делают предложения руки и сердца и даже устраивают дискотеки. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.